Друзья, приветствую вас на канале Сибирь38. Сегодня будем коптить щуку горячего копчения. Прямо в квартире пришла мне замечательная посылка. Это коптильня. Коптильня Браво, 20-литровая. Коптить мы сегодня будем в ней вот такую щуку, которую поймали собственными руками. Сегодня такой обзор коптильни. Но сначала мы займемся щукой, продуктом. Щука у нас свежая. Нужно нам ее сейчас потрашнуть, подсолить. И пока делаем обзорчик, минут где-то 20-30 рыбка у нас просолится. Ну а дальше мы ее загружаем в коптильню, ставим на плиту и коптим, и ждем приготовления. То есть щуку мы будем сегодня потрошить по хребту. Берем нож, нож филейный. Ну вот у основания головы делаем прокол. Вот, значит, нашли где-то вот здесь хребтовую часть, хребет идет. И ведем в сторону хвоста на себя. Потихоньку. Чешуя все равно летит, но... Значит, для копчения чешую снимать с рыбы не нужно. Чешуя остается у нас, чтобы при копчении, что на окуне, что на щуке, да на любой практически рыбы, хариуса возьмите, чешуя удерживает вот это мясо на шкуре. То есть и не разваривается, нет смысла. Если вы почистите чешую, уберете, то у вас мясо развалится при копчении, при температуре большой, и рыба поломается, может даже упасть на дно коптильни. Итак, рыбу я разделал на филе. Сейчас мы ее вот так еще располовиним. Будет две части. Одна на одной половинке, другая на другой. То есть не цельным куском, а двумя. Солить будем мелкой солью. Вообще, я всегда использую крупную соль. По-моему, она называется второго или первого помола. Ну, могу ошибаться, но она такая комковая, крупная. Но в данный момент, сегодня будем использовать мелкую соль. Обычную поваренную соль, ну, не едированную. Так как рыба у нас свежая, подсаливаем. И дадим ей полежать, ну, минут 20, посмотрим. Итак, друзья, пока наша рыба просаливается щучкой, давайте вскроем вместе с вами посылку. Посылка пришла вот в такой картонной коробке. Указан мой адрес, фамилия, получатель. Так, посылка вот так упакована. Сейчас здесь мы сразу увидим сверху гарантийный талон. Инструкция по применению вложена. Книга рецептов для домашнего копчения. Ну, рецепты мы, конечно, почитаем, посмотрим. Ну, сегодня мы будем делать по своему проверенному рецепту, скажем так. Так, ну, инструкцию сейчас тоже почитаем, что в ней находится. Так, далее. Так, шланг. Шланг, я так понимаю, это для вывода на улицу или вентиляцию в окно. Шпагат. О, щепу даже положили. В наличии щепа есть. А я купил щепу. Ну, попробуем, значит, сегодня на щепе производителя. Коптильни Браво. Так, щепа. Крышка. Крышка вот такая. Вложена сюда. Термодатчик должен идти. И ручка. Выведен вот такой штуцер. Г-образный. Значит, вот она коптильня. Вот такая шикарная. Блестящая на 20 литров. Так, на сайте производителя есть коптильни 10-литровые, 30-литровые. Но я заказал среднюю, 20-ку. Ну, самое такое, для себя принял решение, что это будет самый оптимал. Так что, ссылку на сайт производителя я оставлю в описании под этим роликом. Обязательно заходите, смотрите, приобретайте. Ну, довольно такая увесистая коптильня. Итак, внутри у нас находятся остальные запчасти. Ручка. Так, значит, в комплекте идет вот такая пластиковая ручка. Не металлическая, потому что всяко-разная эта коптильня вся прогреется, а ручка, наверное, будет оставаться холодной. И всегда, в любое время, можно снять и посмотреть, как готовятся продукты. Значит, идет резьба. Сейчас мы это все прикрутим. Далее. Далее. Важная вещь, между прочим. Датчик температуры. Можно всегда смотреть и видеть, какой температуры коптятся продукты. Так, сейчас мы его тоже установим. Прочитаем, как. Здесь у нас идет, значит, решетка. Это вот решетка для подвешивания продуктов. Например, колбасы какой-то, рыбы, сало, наверное, ребрышки можно сюда подвешить. Так, насадка. Скорее всего, вот эта насадка идет, как на гриле в духовом шкафу. Можно поставить курицу сверху и коптить. То есть, курица будет одеваться и коптиться вот на этой подставке. Так, далее. Убираем. Идет решетка с отверстиями. Идут отверстия. На нее, скорее всего, можно что-то тоже уложить. Далее. Далее. Вот это у нас идет поддон для жира. Когда коптится продукт, неизбежно будет жир капать. Поэтому нужно сначала установить будет поддон. Ну и вот сам этот штырь. Подставка, которая опускается в саму коптильню. Ну и вот это все собирается дальше. Итак, друзья. Значит, вот такая коптильня. Смотрим. 20-литровая. Вы посмотрите, как сделаны швы. Проварка вообще отличная. Коптильня вот пустая стоит. Довольно-таки имеет вес. Ручки. Вот здесь вот специальный желобок. Это гидрозатвор. Который будет препятствовать попаданию дыма в квартиру, в дом. Ну, если где-то коптите внутри помещения. Так. Потом что? Ну, вот крышка, вот смотрю, сделана выпуклой. То есть, когда мы закроем коптильню этой крышкой. Вот этот весь конденсат в виде купола должен стекать будет вбок. Ну, а не капать на продукт. Так, значит, вот этот вот штуцер торчит. Это датчик температуры. Это выход дыма продукта. Ну, вот все комплектующие в наличии. Все собираем. Щипа. Очень порадовалась, что щипа в комплекте есть. Не надо покупать. Кстати, эта коптильня предназначена ставить на любой вид плит. Керамические, индукционные плиты, простые электрические плиты, газовые плитки. Дно. Не просто дно сделано, а здесь такое ребро жесткости, скажем. Вот так. Ну, надеюсь, что это дно не выпучит на плитке. Ну, сейчас все сами вместе посмотрим, как это будет выглядеть. Все, друзья, переходим к сборке и начинаем коптить. Значит, прочитал инструкцию. В инструкции указано, прежде чем использовать коптильню, необходимо удалить с внутренних и наружных частей изделия консервационную смазку. Необходимо прогреть коптильню в течение 30 минут на умеренном огне, без продуктов, для выгорания остаток смазки. Промыть и просушить. Ну, друзья, я думаю, нужно последовать будет рекомендациям производителя, ну, чтобы потом не сетовать, что вкус рыбы не получился. Вот, например, на датчике вот я вижу смазку осталось. Сейчас мы ее уберем, протрем. И, значит, протираем коптильню. Вот еще не показал на дне коптильню. Вот здесь есть штырек, специальный штырек. И вот здесь на поддоне есть отверстие. То есть штырь держит вот эту площадку ровно. Ну, сейчас это мы все посмотрим сами и увидим. Итак, вот здесь откручиваем винтик. Так, датчик, сам датчик протираем. И вставляем... Вот здесь вот есть сальник в этом месте. И вставляем до упора плотно. Все. Датчик сел плотно. И затягиваем. Друзья, значит, собираем крышку. Накручивается просто на резьбе. Вот так подтянем. Оп, все, пойдет. Итак, кстати, в комплекте силиконовому вот этому патрубку идет вот такой хомутик. Я его сначала не заметил. Лишние комплектующие, которые нам не нужны, мы убираем в сторонку. Ну, оставляем крючок, поддон для жира, который устанавливаем сюда. Кстати, сейчас еще вот обратил внимание, вот здесь вот указан такой значок в виде огня. То есть это предупреждение, что не хвататься. Нужно работать, наверное, в прихватке полотенчиком, потому что можно обжечься аккуратно. И вот здесь вот есть на штуцере такая выемка специальная. Нужно вот так этот крючок вставить, прокрутить и все. И тогда мы можем за эту ручку поднимать всю эту конструкцию. Итак, одели шланг и закрепим хомутиком. Все. Сейчас дадим щепясь течь. Вот она у нас настоялась вроде как. Перельем ее вот сюда в друшлаг. Пусть маленько постоит, пока обтечет. Итак, значит, вот щука у нас. Смотрите, сколько соков уже дала, рассола. Протрем сейчас второй кусок от лишней влаги, чтобы не было. Начинаем нашу загрузку. Вот на этот поддон нужно уложить щепу. Поддон, стойка. Итак, разровняли щепу. Устанавливаем поддон для жира. Ставим крючки. Развешивал вот так вот рыбу. Располовинил ее еще на кусочки. В общем, получилось 4 вот таких куска. Выглядит это все вот так перед загрузкой. Ну, сейчас поставим. Посмотрим, что будет после, друзья. Давайте все загружаем. Погнали. Опа. Ну что, загрузили. Закрываем крышкой. Добавляем водички. Так, везде водичка. Везде. Конец шланга мы отправляем на улицу. Сейчас на коптильне показывает 15 градусов. Включаем. В термометре 70 градусов. Как мы видим, дно стоит ровно. Нигде ничего пока не выгнуло. Сейчас больше наберет температуру. Посмотрим. Но пока все жестко. Все отлично. Никакого выгибания дна нет. Вода не выкипела пока еще. Греется, но все в норме. Все закрыто. Запаха пока никакого нету в квартире. Температура 90 градусов. Дым уходит по трубке. Все. Отключаем коптильню. И ждем. Пусть остывает, стоит. Вот мы получили конечный результат. Вот такой. Вся рыба прокоптилась. Значит что? Я вчера выключил коптильню. Исключил жар. И оставил это все остывать. Рыбку оставил остывать в коптильне. Куски все прокоптились. Довольно крупные. Все просто классно. А сейчас мы будем это все пробовать. Аромат просто обалденный. Цвет получился не сильно коричневый. Не сильно такой зажаристый. Потому что я делал все равно на умеренном огне. Сначала дал температуру на датчике. И где-то на медленном огне коптилось. Пробуем. То есть это было наше первое копчение. Далее мы будем пробовать коптить курицу, мясо. Обязательно будем коптить. И все это показывать. Ну а сейчас пробуем. Обалденно. Вот чука постояла. Взяла себе аромат дыма. По соли просто прекрасно. Очень здорово. Вот такие кусочки. Замечательные. Все прокоптилось. Отлично. Теперь остается только помыть коптильню. Вот столько конденсата набежало. Сейчас я ее замочу. И мы ее отмоем до следующего копчения. Заходите на канал Сибирь38. Подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Всем пока. Увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok